Пока взрослые решают важные вопросы, детям тоже есть чем заняться. Есть также специальная комната матери и ребенка. На днях в многофункциональном центре начали принимать документы на выдачу 25 тысяч рублей из материнского капитала. Для этого необходимо написать заявление, сделать копию паспорта и государственного сертификата. Если возникнут вопросы по этой или другой услуге, можно получить консультацию. МФЦ в итоге у нас принимает документы, просто снимая эту нагрузку, скажем так, с пенсионного фонда. В данном конкретном случае, вы видите, у нас очередь более-менее движется нормально. 36 окон у нас работает специалистов МФЦ универсальных. В пенсионном фонде, где принимаются документы, естественно, количество специалистов меньше существенно. Поэтому там больше очереди. Экономия времени граждан и их удобства. Так выглядит новая концепция отношений между гражданами и властью. В Краснодарском крае МФЦ курируют на уровне муниципалитетов. В Анапе по итогам 2015 года многофункциональный центр обслужил более 180 тысяч человек. Практически в два раза больше, чем в 2014 году. Пойдите, пожалуйста, в окно номер 3. Сегодня организация принимает документы на оказание более двух сотен федеральных, краевых и муниципальных услуг. Речь в том числе о выдаче паспортов, регистрации сделок с недвижимостью. С 1 июля в регионе стартует программа экстерриториальности, когда любой житель края, находясь в Анапе, сможет заказать услугу в любом муниципалитете региона. Например, в Анапе сдать документы на разрешение на строительство человеку, у которого объект находится или земельный участок в Славянском районе. Также в ближайшей перспективе прогнозируется предоставление на базе МФЦ услуги по замене прав. И также в дальнейшем все услуги по регистрации, по месту пребывания, по выдаче паспорта будут переведены на МФЦ. Также, как с 1 января, все услуги Росреестра тоже предполагается осуществлять только в МФЦ. То есть все услуги по регистрации прав на недвижимость будут осуществляться у нас. По словам Светланы Волосковой, все идет к тому, что все без исключения государственные, региональные и муниципальные услуги будут оказываться через МФЦ. Причем необходимо будет лишь принести документы и через определенный регламентом срок забрать результат. С 1 июля анапчанам будут более активно предлагать оценить работу учреждения. Сегодня по статистике средняя оценка близка к высшей – 4,99 балла.